У нас сегодня третий урок по теме фикх-сира, понимание сиры. И до сих пор мы находимся в вступлении, то есть еще по сути даже не зашли в сиру. И я думаю, это важно тоже вступление. Сегодня будем продолжать вчерашний урок, вчерашнюю тему. А тема у нас была, значит, а это касательно, почему послание, посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, была сегодняшней, как Саудовской Аравии или конкретно Мекке. Почему этой местности именно, а не в Европе или еще в Азии или еще где-то. Конечно, когда мы говорим почему, это не означает, что конкретно можно сказать потому, то есть так и все. Это смотрится на причины, вытаскиваем пользы, посмотрев на сиру и приблизительно говорим. Однозначно нельзя говорить, потому что так. Однако всего лишь пытаемся приблизиться к смыслу. Пытаемся понять, почему, какие причины там были, что Всевышний Аллах именно в этой местности или в это время посылает посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И перед тем, как начать эти причины говорить, важный вопрос, а это зачем это все? То есть, ладно, был послан посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям в эту местность и дальше. На самом деле, как мы говорим, фикх, понимание сиры, это важно знать. Почему в эту местность? Если мы сможем допонять или сможем вытащить какую-то пользу с этого, то мы попытаемся это использовать то же самое каждый по местности. То есть, какую-то пользу с этого. То есть, в этом мы будем видеть хорошую пользу, я думаю. И теперь начнем, что одна из причин, почему было неспослано послание. Именно в этой местности. То, какое ли она упоминают, а это то, что эта местность, там не было правителя. То есть, это было пустое место, там, где нет правителя. Мы знаем, во всем мире правили греки или византийцы. Они правили полностью всем миром. А в этой местности была пустота. Были племена, народы, в малом количестве. И один правитель над ними не был. Каждый кто-то смотрит за своим племенем, за своим народом. И все. То есть, мы видим, отсюда что получается? Там, где нет правителя, там легко что-то делать. Там, где есть правитель, там сложнее становится. И отсюда же получается, там, где если есть правитель, там сложнее смотрится. Или мы будем отталкиваться, насколько сложнее. А это, насколько сложнее сам правитель. Чем сложнее правитель, тем сложнее мусульманам. Имеется в виду, сложнее правитель. То есть, тот, кто больше борется с исламом, там будет намного сложнее. И отсюда получается, надо намного умнее действовать. Если сложно, должны выходить сложности. И там нужно намного правильнее действовать. Также, из причин, а это вторая причина, то, что не было в этой местности одной религии. Аравийский полуостров. Не было в нем одной религии. Были разные религии. То есть, если в какой-то местности весь народ одной религии, и проходит человек, то он как будто бросает всем вызов. То есть, вы все неправы. Так и было, по сути, да? То, что они все неправы, всем бросали вызов. Так, если скажем прямо. Но, тот же самый момент. Они между собой враждовали, потому что у них не было одной религии. То есть, когда одна религия, они сплоченные. Когда разные религии, то они между собой так и так враждуют. И там легче что-то делать. И отсюда получается. Если, например, народ, у них одна религия в той местности, то получается, нам будет сложнее шагать. А если там разные религии, там будет легче. Ну и, конечно же, это не постоянно, не всегда. Так же из причин, ученые говорят, то, что в то время правили, скажем, сильно роль играла, большая роль играла, а это родственные связи. То есть, как сказать, например, в Византии, например, там правитель, он что скажет, то и будет. Никто не может из родственников повлиять на этот приказ. Однако, в Аравийском полуострове племена. И в этих племенах очень сильно учитывали сторону родственных связей. Если он кому-то относится, и он среди знатных, мы должны его почитать. Мы не можем против него быть несправедливы. И здесь посланнику Аллаха это помогло. За него заступались родственники, близкие. Его не могли тронуть за то, что это родственники. Если бы это было в другом правлении, там бы на это не посмотрели бы. То есть, отсюда мы поучаем, что если есть какая-то связь, или есть, которая может что-то поддержать, нету проблем. То есть, что мы это берем в пользу. Также, из польз, а это то, что там была, в Аравийском полуострове был один язык, арабский язык. Когда один язык намного легче, чем много языков. Ты идешь с одной местности в другую местность, тебе уже нужен переводчик, это затрудняет. А когда все тебя понимают, и ты всех понимаешь, сразу же, без переводчика, который может неправильно перевести или неправильно понять, это намного лучше, когда тебя сразу понимают. Когда мы смотрим в другие страны, там бывали помного, множество языков. Также из причин, а это, Аравийский полуостров там был, Кааба, была Кааба. И люди туда при, со всех стран, со всех местностей, приходили и выполняли обряды. То есть, отсюда, получается, был какой-то один центр, куда все со всех стран съезжалися, а потом возвращались. И когда в этом центре появляется дарва, она будет распространяться путем этих людей, которые приезжали, выполняя свои обряды. Тоже из мудрости. Также из мудрости, а это то, что Аравийский полуостров не настолько развитый был, как в другие страны. То есть, там были люди, на самом деле, жили бедно, тяжело, и мы знаем, там очень жарко, нелегко перенести. И как мы описывали, их качество у них было очень сильное, у них сабр был. То есть, этот народ, нужен тот народ, который готов будет нести на себе испытания. И эти люди были, или закололи себя уже. Они были воспитаны к трудностям. Также ученые говорят то, что... Ну, это, на самом деле, я считаю, наверное, одна из основных причин, почему послание было в Аравийском полуострове. А это, если мы изначально посмотрим, послание, послание, которое проходит, оно должно быть, на самом деле, передано чистой. То есть, чистое послание должно быть. Не должно быть что-то заходить в него, которое исказит ее, или которое создаст какие-то проблемы, чтобы донести чистый ислам. И Аравийский полуостров в этом был имел большое преимущество то, что там, на самом деле, не было философии. То, что там не было философов. И если мы посмотрим, в других стран они были. Но вот там их не было. Потому что философы, на самом деле, создают большую проблему. И они создали проблему в религии ислам, когда она уже распространилась. Но в первом шагу Всевышний Аллах, когда посылал, Всевышний Аллах хотел ее поставить чистой, и то, что произошло. Если бы, например, представим, если посланник Аллаху Салли Аллаху был бы послан, сегодняшний, Израиль, то, скажем, там было известно, то, что там было агли-китаб, христиане и евреи. И было множество у них книг. Если бы посланник Аллаху Салли 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 там идет, пришел бы, то они бы сказали бы, ты собрал с этих книг, с наших книг, и что-то новое придумал. То есть было бы двойне сложнее. Хоть сегодня это говорят. Не вопрос, что сегодня говорят. Или, например, скажем, как Всевышний Аллах сам говорит, значит, мы его не научили стихам. Всевышний Аллах говорит, мы не научили пророка стихам. Он не знает стихи. Так же говорит, и не уподобает ему, и нельзя ему это. Поистине это напоминание слова Всевышнего Аллаха. Ясное. И здесь мы посмотрим, братья, мы его не научили стихам. Зачем это Всевышний Аллах сделал, чтобы он не знал стихи? Как приводит и дукофир много преданий от сахабов, то, что они говорили, когда посланник Аллаха хотел стих сказать, у него не получалось. Аллах не дал ему эту возможность. Почему? Если бы он знал стих, то люди бы сказали бы, о, когда Коран Всевышний Аллах не спасает, они бы сказали бы, что это какой-то новый вид стиха. И Всевышний Аллах опровергает эти их заявления. То, что он не знает стихи. То есть, зачем это все? Чтобы была чистая религия, дошло слово Всевышнего Аллаха так, как Всевышний Аллах хочет. И не зашли какие-то со стороны наброски или высказывания в сторону посланника Аллаха саллиллаху также мы заметим посланник Аллаха саллиллаху что сделал? Он запретил писать хадисы. Он сказал, чтобы не писали, что я говорю. Сахабы писать начали и посланник Аллаху запретил писать. Зачем? Одна из причин, как ученые говорят, то, что чтобы эти хадисы не смешались с словом Всевышним Аллахом. Опять мы видим причину, чтобы чистая религия дошла. Слово Всевышний Аллах, которое было неспособлено, чтобы он дошел полностью. Отсюда мы тоже это видим. Посланник Аллах саллиллаху хотел чистую донести до нас религию. Также посланник Аллах не умел ни читать, ни писать. Отсюда мы видим, если бы он мог читать, люди могли бы сказать, быть может, ты прочитал те книги, какую-то пользу получил и теперь что-то новое, какую-то идею нам даешь. Нет, он и читать не может. Поэтому мы видим эти причины нам дают или здесь взять эти причины, мы можем понять смысл, почему все же было послание, послано в эту местность сегодняшнюю Саудовскую Аравию. Также хотелось бы здесь сказать, а это то, что философия, которая зашла в ислам, на самом деле, когда книги перевели философов на арабский язык, больше появились затруднения в исламе, появилось множество течений в исламе, начали губить они акиду чистую ислама. Она пришла чистой акидой. Но когда пришли нам эти люди, то у нас получилось больше затруднений, больше проблем. Как Ибнур Каим говорит, после того, как это зашло, философия в исламский мир, мусульмане перестали открытия делать и занялись только собой. Одни опровергают других, другие других и еще кого-то. Как например, из известных вопросов, где Всевышний Аллах? Например, эта акида как испортилась? Чистая акида была? Как ее испортили? Где Всевышний Аллах? Всевышний Аллах во множеств аятах говорит, что Он на небесах вознесся на трон. Сколько в аятах, сколько в хадисах Всевышний Аллах говорит, Ему поднимаются слова от хорошей, то есть от кары и и и и хорошие дела здесь мы что заметим? Всевышний Аллах Ему поднимается хорошее слово. Слово поднимается к Всевышнему Аллаху вверх. Также в другом месте они боятся Господа который находится над ними то есть Господ над нами в другом аяте Всевышний Аллах говорит уповается на того живого который не умирает и также говорит фараон знал до до него до господ на небесах этот кафир хочет забраться наверх он сам говорит что он господь и тот же самый момент не может понять что вокруг происходит не может сам создать эту башню кого-то просит чтобы ему сделали башню и потом говорит быть может я найду Господа то есть даже еще не уверен и потом еще говорит быть может он обманывает и тоже не уверен себя божеством назвал а сам потом никаких качеств божественных не имеет берет везде причины здесь смысл какой смысл тот то что всевышний Аллах везде говорит что он наверху теперь что происходит братья когда испортилась акида когда испортилась акида люди начали говорить если Аллах наверху то значит мы ему даем место а место только бывает человеку а человек не подобен Аллаху значит ему нет места все испортили акиду так все а тогда потом говорим а что сделать с этими сотнями аятами хадисами что делать с ними они говорят нет здесь это не это имеется ввиду хорошо а что имеется ввиду и тоже не отвечает что имеется ввиду одни говорят так вторые говорят по другому третьи говорят вообще по другому определитесь исказили прямой смысл Аллаха и потом еще не можете конкретно сказать то есть посланник Аллах не это имел ввиду почему не это имел ввиду а там значит что-то другое имеется ввиду так что имел ввиду посланник почему не пояснил посланник аллах говорит Всевышний Аллах говорит в Коране а потом не поясняет так что ли получается Ни в одном аяте, ни в одном хадисе Всевышний Аллах не говорит, и не думайте, что он не наверху, даже добавок. Посмотрим дальше. Как посланник Аллаха Саллилсам умер, Абу Баккар вышел и говорит, что он сказал первые слова, когда он вышел с комнаты. Он говорит, люди, тот кто поклонялся Мухаммаду, поистине он умер, а ваш Всевышний Аллах Господь в небесах он жив. Как это понять? То есть смотрите, у него была чистая фитра, чистая акида, он вышел и эти первые слова так сказал, в небесах он сказал. Не означает в небесах, то есть на аля, в чем-то, как на чем-то тоже переводится. И поэтому Абу Баккар сказал, никто ему не сказал, эй, так не говори. Это была чистая акида, пока не пришло, опять же это заблудшая акида. Здесь по-другому скажем. Другой долин Ибду Масуд проводит, Байхатты, которые проводят свои книги, и имам Загаби, и другие ученые, Ибду Масуд говорит, от одного неба до другого неба 500 лет расстояние. От седьмого неба до Курси тоже 500 лет. И от Курси до воды 500 лет. И над водой арш. И потом говорит, Ва Аллаху та'аля фау каля арш, Ва Хуа я'аляму ма антум алей. А Аллах над аршем. То есть это как понять слова? То есть получается так, так получается. 500 лет от одного неба до другого неба понимаем. Все нормально. Так оно есть, так оно есть. Все. Здесь соглашаемся. От седьмого неба до Курси 500 лет. Понимаем, понимаем, соглашаемся. Так оно есть, так оно есть. Контекст? Согласны. Все с контекстом. Согласны. А потом от Курси до воды 500 лет. Все понимаем, понимаем. А потом над нем арш. Понимаем, понимаем. А над ним Аллах. Понимаем. Нет, не понимаем. Вот здесь мы остановимся. Как понять? Весь контекст понимали, последнее слово не поняли. Нам посланник не объяснил, не Всевышний Аллах не объяснил. И к добавку, еще утверждает, кто скажет так, спадет куфр. Аллаху Ахива. То есть Всевышний Аллах столько сказал, вот эту опасную вещь не сообщил нам. Пока не пришли какие-то разумы, головы людей, которые поняли, что это такое. Что это не прямой смысл. А какой смысл? И тоже не согласны. Какой смысл они говорят? Давайте посмотрим. Спрашиваем, где Аллах тогда? Ну конечно, между ними вообще там разные мнения. Ладно, одно из мнений возьмем. Где Аллах? Аллах не справа. Они так отвечают. Аллах не справа. Аллах не слева. Аллах не сверху. Аллах не снизу. Аллах не спереди. Аллах не сзади. Стоп. Где Аллах? Опять. Аллах не справа. Аллах не слева. Аллах не сверху. Аллах не снизу. Аллах не прямо, не спереди. Аллах не сзади. Стоп. Опять где он? И не ответят. Потом задаешь вопрос. А он есть? Машинами вопрос задают. А он есть? Если он скажет есть, а он скажет есть, то тогда скажешь ты ему, и человек тоже есть, значит Аллаха не должно быть. Почему? Потому что когда ты сказал, что если Аллах наверху, то он уподобится человеку, и отрицаешь его качество, то что он наверху, потому что он похож на человека. Вот человек тоже есть, и Аллах есть, почему ты здесь не отрицаешь, что он есть? смотрите как исказили нашу чистую акиду на чем были сахабы на что Всевышний Аллах не спасал акида полностью испортилась одни потом говорят Аллах везде то есть он везде вокруг нас другие так сказали то есть получается он хамами в этом плохом грязном месте то есть в туалете то есть так что ли получится поэтому мы видим когда испортилась акида что с ней произошло как мусульмане разошлись как мусульмане разошлись и поэтому говорят если ты хочешь узнать или если ты утверждаешь какое-то качество Всевышнему Аллаху или даже минимум если ты утверждаешь что есть Всевышний Аллах точно так что ты должен утвердить что Всевышний Аллах за себя сказал как у многих в течении Всевышний Аллах он есть и все нельзя говорить что Аллах милосердный нельзя говорить что Всевышний Аллах любит своих рабов нельзя 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 ничто нельзя говорить надо говорить только Аллах есть все стой дальше все потом которые ты аяты читаешь как будто бы ты читаешь иностранные буквы не понимаешь вот так должно быть Аллах четко говорит Аллах прощает Аллах любит своих рабов Нет, нет, это иностранные буквы Ты их не должен понимать Подожди, а как я должен понимать? Ведь Всевышний Аллах должен уже объяснить Столько говорит, говорит, не спосылает аяты И мы не понимаем после этого Так получилась Ахыда Такая Ахыда у людей получилась Поэтому потом человек скажет Если Всевышний Аллах на небесах Потом спускается Значит получается Всевышний Аллах оставляет место Значит получается Он двигается Значит получается Арш над ним становится А он под Аршом становится Значит получается и так далее Значит получается Оставьте этот разговор Аллах сказал, он спускается Все Когда он спускается арш над ним остается или под ним остается, он не сказал нам или вообще он двигается, не двигается если он двигается, значит он похож на человека а он не может быть похож на человека, значит он не двигается и значит он вообще не наверху оставьте эту философию сообщил священный Аллах, мы его берем а тогда я по-другому так скажу куда денем тот хадис где Всевышний Аллах говорит в достоверном хадисе который проводит муслим посланник Аллаха салям говорит Аллах говорит я поделил молитву которую мы делаем намаз обязательно вот эти братья, которые намаз делают люди Всевышний Аллах говорит, я его поделил между между нами одну часть ему, одну часть мне как это? потом Всевышний Аллах посланник Аллах салям передает и говорит если он эти слова скажет человек, когда в молитве стоит эти слова говорит Всевышний Аллах говорит мой раб восхвалил меня то есть Аллах говорит ты эти слова сказал и Аллах тебе вот так отвечает он мне восхваляет потом Всевышний когда ты говоришь ар-рахман ар-рахим когда ты уже эти слова говоришь Всевышний Аллах точно так же говорит он как бы что? похвалил да? асна алей то есть похвалил меня да? такой смысл приблизительный и так далее весь хадис так теперь вопрос представьтесь в один раз в один момент без разногласий во всем мире если посмотреть миллион человек наверное намаз делают вот в одну секунду вот час данного лет наверное миллион человек делают намаз минимум и каждому Всевышний Аллах так говорит как это понять? так невозможно тогда что-то можешь сказать а значит ты этот хадис не принимаешь? он принимает его вот точно так же почему ты его принял? потому что ты говоришь мы не знаем как это ну это происходит ну не знаем как это знаем что он слышит знает что он говорит ну как бы как не знаем вот точно так же и мы не знаем как он спускается как ты не знаешь что он как Всевышний Аллах одновременно может миллионы миллиарды людей слышать одновременно может разогдавать всем этим людям одновременно в ту же секунду как это мы не знаем но мы знаем что он сообщил и мы в это верим зачем это влазить? почему? где? как? ты читаешь как ты веришь что он есть ты должен верить то что он сообщил о себе добавку нигде не пришло чтобы Всевышний Аллах сказал это не так да правильно сказать Всевышний Аллах и это Акида и его действия не похожи на наши действия если Аллах делает то это не значит как мы делаем поэтому мы этим самым не уподобляем Всевышнего Аллаха с рабами мы говорим Всевышний Аллах вознесся Всевышний Аллах разговаривает Всевышний Аллах слышит виден но не как мы безусловно не как мы потому что мы сами мы даже между собой знаем есть люди разные одни люди одной категории другие люди другой категории то есть между собой рабы они даже разные. И поэтому, если человеку скажешь, например, человек скажет животным каким-то сравним, какое-то из животных слышит и видит, и потом человеку скажет, значит, это слух и видение как твое видение. Этому брату обидно станет. Почему вы расправиваете Всевышнего с человеком? Раз он видит, значит, как ты что ли должен видеть? Если тебе не понравится, когда с животным сравнят, Аллах лучше, чем все эти примеры. И вот так Ахыда начала искажаться. Когда зашло, вот эта разная философия, она испортилась. И отсюда мы видим, насколько важно было на самом деле иметь чистое послание, чтобы пришло. Представим, философы стоят и начинают спорить с каждым качеством посланником Аллаха. Если ты говоришь так, то значит так. А если ты говоришь так, то значит так. А если ты говоришь так, то значит так. Было бы сложно намного. И поэтому мы отсюда что берем, братья? Отсюда же как минимум, когда ты с человеком разговариваешь, и ты знаешь, что он философ, или ты знаешь, что он близок к этому, ты должен уже понимать, как надо разговаривать. Ты уже должен понимать, какую категорию этот человек и как к нему нужно подходить. И, конечно, одна из самых основных причин, это то, что Всевышний Аллах ответил на призыв Ибрахима во Исмаиле, когда они строили Каабу. Всевышний Аллах говорит, они сказали, о Всевышний Аллах, пошли среди них человека, то есть они будут читать твои знамения, и чтобы они учили людей твоей книги, Курану и Сунны, и учили Ихласу поклонению. То есть это была дуа Ибрахима и Исмаила, когда они строили дом. Отсюда мы видим важность этого вопроса, почему было послано именно в этой местности. А теперь, иншаллах, переходим к следующему вопросу, или после того, как мы разъяснили причины послания, или какую мудрость вытащили, правильно сказать, на самом деле мудрость какая, о Аравийском полуострове, для послания. Теперь, я думаю, перед тем, заходите уже в саму Сиру, мы должны, на самом деле, вкратце ознакомиться с Меккой. И это место там, где послание к Аллаху и Кааба. И невозможно обойти, как бы, скажем, историю Каабы, как она была построена. И отсюда, получается, мы должны будем знать, кто ее строил, а это Ибрахим. И вкратце затронем, на самом деле, Сиры жизни Ибрахима, и также Исмаила, которые строили дом. Но, что касается Ибрахима, то его отец Азар, это одно из мнений. Второе мнение его звали Тарих, или Тарих, отца Ибрахима. Отец его, то есть Ибрахим, когда родился, ему отцу было 75 лет. И он был средним братом Ибрахим. Ибрахим был средним мальчиком. То есть до него еще был Нахур и Харан. Лут был от Харана. И он родился, получается, Ираке. Местность Бабель называется. Ибрахим, алейхиссалям, когда подрос, он женился на двоюродной сестре, Сара, которую зовут. И когда они переселялись со своей местности, с Ирака, они переселились с семьей, отец его, Ибрахима, также супруга и Лут, алейхиссалям. Они переселились, и в одной из местностей отец Ибрахима умер. То есть отец Ибрахима умер, когда ему было 250 лет. Как передается, что ему было 250 лет. Здесь хотелось бы мне, на самом деле я вижу пользу, и на самом деле из польз хороших. А это та картинка, которую Ибрахим, алейхиссалям, когда призывал своего отца к Ирлии. На самом деле, это важная картинка истории нашего пророка Ибрахима, алейхиссалям. Всевышний Аллах говорит, И это, как бы скажем, в мягкой форме своему отцу говорит, «О, мой отец, почему ты поклоняешься, или кому ты поклоняешься, который не слышит и не видит, и ничем тебе не может помочь?» Давай представим, братья, смотрите, акрилу какую. Ибрахим говорит, «Кому ты поклоняешься, который не слышит и не видит?» То есть здесь Ибрахим хочет сказать, Божество, которое поклоняется, оно должно быть наилучшими качествами. Если мы видим, то тем более Всевышний должен видеть. И здесь мы видим чистую акыду пророков. Он не сказал, нет, если он видит, и человек тоже видит. Аллах не может на нас похожи, значит, он не видит. Нет, когда человек слепой, это нахс, недостаток, когда человек видит, который. Потом говорит, «Я аббати». Он говорит, «О, мой отец, мне пришли знания, которые тебе не пришли. Последуешь за мной, «Ахдика сурота носовые», то есть на прямой путь я тебя направлю. «Я аббати ля та будешь шайтан». «О, мой отец, не поклоняйся шайтану». «Инна шайтана канавир рахмани аусия». Потому что шайтан, Иблиз, он ослушался Всевышнего Аллаха. «Я аббати инне ахафу айя масса ка адаб». И он дальше говорит, «О, отец, я боюсь, что тебя Аллах накажет огнем. «Минар рахман». То есть от Всевышнего Аллаха тебе будет наказание, огонь. «Фатаку нали шайтану алия». И ты будешь этому Иблису помощником. Обрати внимание, братья, как сын своему отцу делает дарва. Как сын отцу, который поклоняется не Всевышнему Аллаху. Не наезжает, так не пойдет. Нет, мягко. Он видит, что это неправильно. Если ты видишь, что неправильно, да, ты должен свою непричастность показать. Но твоя непричастность не должна проявляться грубостью. Не должны быть грубые слова по отношению к родителям. «Смотри, я об этом, он говорит, о мой отец». Все время это мягкое слово говорит. В тот самый момент, когда он делает самый величайший ширк. И потом, говорит, «Мне пришли знания, которые тебе не пришли, и здесь родителям польза». То, что родители, когда иногда сын говорит своей матери, родители начинают говорить, «Ты что знаешь вообще?» То есть, получается, если ты родитель, то есть ты отец или мать, значит, твой сын не может не знать ничто, что ли. То есть, получается, все то, что он знает, вы тоже по-любому должны знать. Так не бывает. Быть может, сын знает того, то, что не знают родители. И потом точно так же в этом месте Всевышний Аллах Уране говорит, «Не поклоняйтесь шайтану». А что, отец Ибрагима, он соглашался, что он поклоняется шайтану? Поэтому родители могут сказать, «Так не говори, что я поклоняю шайтану». Нет, это все хорошо. Он тоже, отец Ибрагима, так и считал, что это все прекрасно. Однако не так это все было. Поэтому у сына могут быть знания больше, чем у родителей. Не из-за того, что он лучше или еще что-то. Нет, быть может, родители не успели взять того, что смог взять сын. Конечно, не только разве это плохо. Потом он говорит, «Я боюсь, что тебя Всевышний Аллах накажет». И здесь мы должны замечать вот этот услюб, а это отношение к своим родителям. Это очень важно, потому что то действие, которое делал Ибрагима, отец Ибрагима, Азар или Тарих, мы должны знать, что он делал самое великое, самое великое наказание. То, что этот человек вечно входит в огонь. И здесь мы должны понимать, что вторая степень идет осушение родителей. И поэтому родителей мы обязаны осушать, братья. И когда, если чьи-то родители делают подобные действия, мы не должны ругаться, а мы должны мягко пытаться это носить. И поэтому мягкий метод донесения религии ислама, это не противоречит акиды. Самое главное, что ты не согласен с этим действием. И ты это говоришь. Просто вопрос, как это говорить? И после этого Ибрагим, конечно, там уже длинная история. Я думаю, на этом хватит как минимум пользы, как Ибрагим, алейхиссалям, разговаривал со своим отцом. Также история Ибрагима, он когда переселился в Миср, Египет, то там был правитель, который всех женщин брал, и поступал по отношению к ней несправедливо. И точно так же он решил сделать Сарой, которая была супруга Ибрагима, но ничего не смог сделать. И длинная история. Вкратце этот правитель отпустил ее и дал им служанку, которая будет служить им, которой звали Хаджар. И как известно, Сара, жена, супруга Ибрагима, не могла иметь ребенка от Ибрагима. Не имела долгое время детей. А Ибрагим хотел детей. И здесь Сара разрешила, чтобы она, чтобы он имел детей от Хаджар. И когда они сблизились Ибрагим и Хаджар, то она ему родила Исмаиля, алейхиссалям, будущего пророка тоже, который тоже будет строить дом Каабу со своим отцом. Теперь, здесь вопрос, братья, обратите внимание, Хаджар родила. А Сара, жена, жена Ибрагима не могла родить. И когда вот это, она родила, Хаджар родила ребенка, у Сары ревность появилась. То есть, Ибрагим больше к ней тянется. У нее ребенок, который столько он ждал, у нее ревность началась. И здесь Ибрагиму было велено, чтобы он переселился подальше от первой своей супруги. И отсюда мудрость, если человек имеет несколько жен, если он видит, что есть смута находиться не то, что рядом, чтобы дома были, или квартиры, чтобы другую местность переехал, снял квартиру или купил квартиру в другой местности. Это тоже из мудрости. Мы здесь видим, Ибрагим приходится делать переселение из-за ревности Сары. ему пришлось переселиться с одной местности на другую местность. И это на ту местность или в то место, там, где будет дальше они строить Кабу. Значит, после того, после этой ревности Ибрагим решил переселяться и он переселяется с Хаджером и Исмаилем. Они переселяются в Мекку. Она была пустая. И Ибрагим, когда пришел к той местности или к тому месту, там, где они будут строить Кабу дальнейшем, к этому месту подошли и Ибрагим оставляет их. То есть оставляет Хаджер и Исмаиля маленького ребенка, оставляет в одном месте и оборачивается и уходит. Оставил у них тоже воды и оставил у них с ними феников немного. И как пришло то, что когда Ибрагим ушел, за ним Хаджер начала идти и говорит разве ты нас оставишь в этой местности? Он не отвечая шел дальше. И после этого он сообщил что это ему было приказано. Она поняла что Всевышний Аллах их не оставит. И она вернулась к сыну а Ибрагим дальше пошел оставив их в этой местности в этой пустынной местности. После того, после того как у них закончилась вода и финики у них была сильная жажда. И Хаджер не могла на своего сына Исмаиля смотреть когда ему тяжело. И она начала бегать в одну гору другую гору а это гора Сафа вальмарва. После этого тоже по сей день сегодня те которые делают Хадж Мекку поднимаются на возвышенность Сафа и следующая возвышенность Марва семь раз из-за того что сделал Хаджер этот обряд мы делаем этот обряд Иоанна поднималась туда туда то есть зачем она поднималась на эту возвышенность чтобы увидеть где-нибудь вода есть или нету она искала воду она не могла смотреть на своего ребенка он плачет и потом начала слышать звук какой-то и после уже обернулась и увидела что там ангел Джибриль он своим крылом или пяткой по земле бил и в этом месте вышла вода замзам который сегодня она до сих пор есть и хаджер начал собирать эту воду после этого народ из джургума племени джургум они проходили и недалеко остановились недалеко от того места там где находились хаджер и исмаил они увидели что птицы летают вокруг этой местности и они говорят там если птицы значит там вода есть надо посмотреть и послали человека тот увидел что там вода вернулся сообщил они пришли и попросили разрешение можно ли остановиться около этой воды с вами она им разрешила да вы можете остановиться с нами но право на воду это мое право остается то есть я как бы буду хозяином и вот так как бы это племя осталось там и стали жить там и они вместе начали жить и Ибрагим и Исмаил тоже вырос с ними с этим племенем и как бы в дальнейшем и женился взял себе супругу с этого племени происходит дальше что Исмаил алейхиссалям когда уже вырос мы как знаем Ибрагим оставил их и ушел но Ибрагим нет-нет навещал свою семью то есть приходил в Мекку приходил к своему сыну Исмаилю в одном из приходил он когда постучался в дверь супруга Исмаиля открыла дверь и он спросил как вы живете она пожаловалась на жизнь их то есть плохо живем и он сказал завещал сказал если сын если Исмаил придет то передай ему чтобы он поменял свой порог порог дома и когда Исмаил пришел она сообщила ему Исмаил понял что отец это что это был отец и он имел ввиду чтобы он развелся со своей супругой и он развелся с ней женился на другой и потом опять Ибрагим пришел навещать своего сына и так же постучался открыла супруга Исмаиля опять не было и он спросил как вы живете она похвалила сказала хорошо живем хорошо питаемся и отец сказал передай Исмаилю чтобы он укрепил свой порог то есть Исмаил когда услышал это когда ему передала супруга он понял что это имеется ввиду чтобы он сохранил свою семью это хорошая супруга отсюда во что братья то что супруги на самом деле бывает жалуются много бывает жалуются на жизнь на сложность это большое качество женщин им не хватает потому что они не видят что вокруг происходит у них одна кухня одна кухня одни дети они даже не знают что вокруг это большая часть это из причин то есть из причин почему женщины только любят чтобы у них все было хорошо на кухне а это тогда когда женщина не понимает что вокруг происходит насколько сложности бывает насколько приходится мужчины жертвовать не на кухню а на что-то другое и женщина бывает в этих случаях начинает жаловаться и здесь я также из своих посещений когда Ибрагим посетил своего сына а это Всевышний Аллах приказал ему заколоть своего сына и это самое как бы скажем великое обратим внимание Всевышний Аллах приказывает Ибрагиму заколоть своего самого любимого долгожданного сына сколько ждал Ибрагим чтобы у него сын родился и Всевышний Аллах говорит чтобы он его заколол и Ибрагим алейхисалям после того как увидел этот сон несколько раз а сон пророков это истина сообщил своему сыну и сын Ибрагим алейхисалям согласился с этим сразу же после того как Ибрагим только приступил к делу уложив своего ребенка то есть как он только попытался зарезать и у него этого не получилось это у него не получилось Всевышний Аллах заменяет его животным чтобы он заколол из скота и этот обряд мы сегодня точно так же как хаджар делал сафа вальмарва мы взяли этот обряд сегодня точно так же этот же обряд закалывания скота сегодня тоже берем те которые делают хадж они закалывают отсюда уже с этого же случай теперь чей вопрос а это вопрос который на самом деле я думаю к месту упомянуть кого все таки уложил Ибрагим Исхака или Исмаиля кто был тот кого должен был заколоть кого не смог заколоть Ибрагим то по мнению большинства ученых сахабов табиинов улема после них это был Исмаиль а не Исхак это был Исмаиль а не Исхак одна из один из доводов и ахлю китаб почему вообще изначально это все колям идет разговор вокруг этой темы с той стороны то что евреи не хотели чтобы через Исмаиля то есть если Исмаиль будет это достоинство арабам достоинство посланника Аллаха саллиллаху алейхи ассалям они хотели чтобы это было через Акуба то есть Исхака через него хотели они достоинство хотели свою сторону но однако в их же книгах как Ибнур Каим Ибн Таймия говорит в их книгах же это тоже написано в их книгах было написано Исмаиль они взяли и сказили написали Исхак но оставили одно слово там было написано единственный сын единственный сын а на тот момент единственный сын был Исмаиль и поэтому это противоречие идет также один из доводов то что прекрасно мы знаем Исхак не был в Мекке Исмаиль был в Мекке а обряд того закалывания желания этого закалывания было где? в Мекке и поэтому не мог быть никак Исхак также Всевышний Аллах обрадовал то есть посылает хорошую весть то что Исмаиль это Исхак будет то есть родиться Исхак и после Исхака Якуб как Всевышний Аллах может обрадовать Исхака и потом Якуба если Исхак должен будет умреть то есть опять же это будет несостыковка также из доводов как аргумент то что Всевышний Аллах упомянул сурату Сафа в начале упомянул действия Ибрагима которые Всевышний Аллах ему приказал чтобы он заколол своего сына и после этого радует его вестью что у него родится Исхак поэтому это указывает на поочередность также из доводов улема говорят а это Ибрагим и на самом деле это с хороших сторон с мудрости то что Всевышний Аллах это была мудрость тоже какая-то это из мудрости если мы обратим внимание Сара ревновала так так Сара родила Исхака представьте если бы пришлось было закалывать Исхака то Сара еще сильнее начала бы ревновать то есть Хаджер родила так так потом Сара родила и только родила ребенка и теперь его убить что ли то есть еще сильнее была бы ревность поэтому из ревности то есть из мудрости Всевышний Аллах сделал чтобы был это Исмаил то есть женщины легче будет женщины воспринять это также из мудрости то что Всевышний Аллах то есть Он Харил Аллах тот Который на самом приближенный и здесь должна быть у него и Ибрагима полная любовь только единому Аллаху чтобы она не была смешана еще с кем-то а Исмаил он сильно Исмаиля любил Всевышний Аллах очистил его сердце полной любви только Всевышнему Аллаху и этим действием у него как бы что сердце наполнилось любовью только единому Всевышнему Аллаху поэтому правильно хоть даже есть у Адама согласимся исламские как Суюты и некоторые другие ученые тавақафу то есть не сказали не смогли определиться конкретно так 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 кто заколол так кто был из тех кого нужно было заколоть Исхак или Исмаил все-таки есть среди исламских ученых кто воздержался воздержался теперь идем дальше после также из одних посещений Ибрагима своему сыну Исмаилю а это он пришел к своему сыну и сказал мне Всевышний Аллах велел построить здесь дом Кабу поможешь ли ты мне и он сказал да то есть после этого они начали строить дом Кабу и здесь они начали строить ее вдвоем потихоньку потихоньку строили этот дом и закончили его и когда они строили этот дом получается место в одном из мест то есть чем выше подымали Ибрагим под себя стоял камень на который становился чтобы ставить камни выше и на тот камень который он становился это есть Макаму Ибрагим за который те которые делали Хач знают место Макаму Ибрагим и там как бы следы Ибрагима вот это есть камень на который становился Ибрагим чтобы строить дом но вопрос когда Ибрагим ставил эти камни, становился на этот камень, строил, так он же был в Каабе, то есть он след был с Каабой, то есть чтобы ты строил Каабу, ты должен быть около Каабы, а мы знаем сегодня Макаму Ибрагиму эти следы находятся метров, может, десяти от Каабы, как она то отошла, то это было сделано Омаром, Омар после того, как увидел, что люди толпились около Каабы, то есть те, которые хотели сделать молитву за Макаму Ибрагиму, они толпились, то есть становились там и происходило затруднение тем, которые делали Тавав, и он решил отодвинуть немного, это его Ичтихад был, и все сахабы на этом согласились, поэтому это была Ичма, он отодвинул этот Макаму Ибрагим, точно так же, как Омар просил, чтобы сделали Макаму Ибрагиму, чтобы за Макаму Ибрагиму делали молитву, это же Омар просил, если вы, что Аллах не спасла это яд, точно так же Омар сам же отодвинул этот камень, и после этого мы видим, он что-то дальше находится. Теперь здесь из вопросов. После того, как закончил строить Ибрагим и Исмаил дом, сегодняшнюю эту Каабу, как они закончили это строить, Всевышний Аллах приказывает, чтобы он призвал людей, чтобы они делали тавав вокруг него, обход. И Ибрагим говорит, как я сделаю, кто меня услышит? И ему было приказано, ты говори, а Всевышний Аллах донесет. И он поднялся на одно из риваятов, он поднялся на Сафа, на горку, на Возвышенность, на другом риваяте, что он на этот камень стал и начал призывать людей, чтобы люди делали хач. И этот голос дошел до всех людей. И поэтому с того призыва, с того призыва Ибрагима до сегодняшнего дня его исполняют. После хотелось бы также упомянуть Кааба, который построили Ибрагим и Исмаил. Это они построили? Или все-таки до них кто-то еще строил? Пришло до слабых хадисов, как Ибн Кафир упомянул, что это слабые хадисы, то, что Адам, алейхиссалям, первый прок построил Каабу. Это он первый блок, который строил. В других риваятах пришло и вот дети построили. И поэтому здесь Ибн Кафир говорит, на самом деле это слабое, слабые риваяты. Если даже мы согласимся, что это хорошие, то они не могут стоять перед столько достоверных доводов, то, что первый построил Ибрагим, алейхиссалям. Поэтому слабость ученые на это упоминают. Хадис, который пришел, то, что паса Николая, алейхиссалям, когда шел с Абубакром, он дошел до долины Осван, и он сказал, что за эта долина Абубакром? Абубакр говорит, долина Осван. Он говорит, это место, там, где проходили Нух, там, где проходили Гуд и Ибрагим, и как бы они делали обряды хаджа. То есть, улема упоминают, здесь имеется в виду, место там, где построят дальнейшим Ибрагим. То есть, до Ибрагима туда, значит, шли пророки, но дом так таковой, он не стоял. Вот так отвечает Аллах Аля. Также здесь можно, как бы, завершать этим сам урок, то, что строение Масжиду Акса, Масжиду Акса, строение его приводится в хадисе Абу Зарра, то, что он сказал, Культуя Расулу Аллах, Айю Масжид, Масжидин Вудаяфил Ард, Ауэлен. Какая первая мечеть была построена первой? Он сказал, Масжиду Харам, а это Мекка, Мекки. Потом он говорит, Культуя Сумма Ай, потом я сказал, потом, какая мечеть после этой мечети была построена? Он сказал, Масжиду Акса, а потом он говорит, сколько между ними было лет? Он говорит, 40 лет. То есть, 40 лет между ними было. И здесь пришло в слабом хадисе то, что это Сулейман построил Масжиду Акса, однако на самом деле ученый говорит, Сулейман обновил эту мечеть, хоть ее он не построил. Аллаху Аля. И на этом мы, иншаллах, на этом закончим. Аллаху Аля.